Здравствуйте! 2017 год объявлен в России годом гражданской обороны. В чем сегодня состоит актуальность ГО и какие мероприятия проводятся в области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом говорим сегодня заместителем начальника главного управления МЧС России по Самарской области, начальником управления гражданской защиты Валерием Заворохиным. Здравствуйте, Валерий Александрович. Ну так как 2017 объявлен годом МЧС в России по гражданской обороне, как это отразится на Самарской области? Какие мероприятия будут проведены? И что это значит, год гражданской обороны? Ну, прежде всего, действительно, в системе МЧС России год объявлен годом гражданской обороны. Основная задача — это обратить внимание населения на те опасности, которые существуют на территории Самарской области. И, конечно, по возможности подготовить население к своевременным правильным действиям. Поэтому сама система, если мы говорим о гражданской обороне как таковой, можно дать здесь определение соответствующего, что гражданская оборона — это система мер, мероприятий по подготовке к защите и защите населения материальных и культурных ценностей от опасностей, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного техногенного характера. Вот из этого мы исходим, из самого определения. Оно у нас дано в 28-м федеральном законе о гражданской обороне. И, естественно, все задачи, которые стоят по году гражданской обороны, они, прежде всего, изложены в этом документе, который я сказал. Понятно. Задачи такие обширные, здесь и военные, и техногенные. А какой у вас арсенал, какой базой вы обладаете для того, чтобы противостоять вот таким угрозам? Я скажу, что вот смотрите, мы все-таки территориальный орган субъекта, который занимается организацией мероприятий, в том числе по гражданской обороне. У нас, если мы говорим о самой структуре гражданской обороны, мы говорим об этом, то руководителем гражданской обороны на территории Саморской области губернатор. И все силы и средства, которые есть на территории области, конечно, они подчинены губернатору и будут привлекаться для этого. Мы же являемся органом, территориальным органом МЧС России, который занимается организацией управления системой гражданской обороны на территории Саморской области при помощи тех механизмов, которые у нас имеются. А если говорить об истории создания гражданской обороны, какие здесь есть ключевые даты в этой истории и вообще почему она была создана, какие были предпосылки? Действительно интересный вопрос и вопрос правильный. Почему она была создана? Для чего она необходима? Вообще звучит гражданская оборона больше как военное что-то. Да, абсолютно. На первоначальном этапе, как раз таки 4 октября 1934 года, в связи с тем, что возникла угроза появления дальней авиации и применения массированных средств массового поражения, авиационных бомб для уничтожения населения городов. Но прежде всего говорим экономики, население и так далее. Вот для этого создались первые формирования местной противовоздушной обороны. Это как раз таки были формирования, предназначенные для борьбы с авиацией. Это прежде всего. Поэтому мы говорим, что местная противовоздушная оборона, она являлась родоначальницей гражданской обороны как таковой и была предназначена, вернее возникла в связи с тем, что возникла опасность применения дальней авиации, самолетов дальней авиации по городам глубоко в тылу нашей страны, к примеру. Если мы говорим про нашу гражданскую оборону и про наше население. Поэтому 1934 год – это год начала гражданской обороны или создания гражданской обороны. В этом году мы отмечаем 85 лет с момента создания гражданской обороны. То есть гражданская оборона в мирное и военное время – это разные абсолютно вещи, да, получается? Ну, гражданская оборона, я еще раз говорю, это система мероприятий, которая планируется в мирное время, но для того, чтобы обеспечить безопасность людей в военное время. Но это термин, он сейчас более широкий, чем раньше применялся. Раньше, когда мы говорили гражданской обороны, мы говорили только о военном периоде. То теперь, с внесением изменений, федеральный закон в 2015 году, это понятие расширился, и мы все арсеналы сил и средств, которые у нас имеются, применяем в том числе и для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени. Вот в этом отличие гражданской обороны, термина, который применялся раньше и который существует сейчас. Мы и в мирное, и в военное время. Понятно. А вообще, какие потенциальные, чрезвычайные ситуации, угрозы существуют именно в нашем регионе? Есть у нас какая-то своя специфика? Потому что я понимаю так, что вы профилактической работой занимаетесь в большом объеме, чтобы готовить население к таким угрозам. А в чем они состоят вообще? Чего боятся? Вот смотрите, основные угрозы, конечно, они нам понятны, они выявлены, они совершенно ясны. Они определены в соответствующих планах, которые мы говорим, это планы, это называется планы гражданской обороны и защиты населения, которые разрабатываются в субъекте. Значит, если мы говорим по планам действий, по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, они эти мероприятия спланированы. Там все риски и угрозы, которые они существуют, они бывают природного характера, бывают техногенного характера. Если мы говорим про риски техногенного характера, это прежде всего те потенциально опасные объекты, которые у нас есть на территории Самарской области. То есть это порядка их 169 этих объектов, это взрывопожароопасные, химически опасные объекты, гидротехнические сооружения, которые есть и которые могут повлиять при определенной обстановке на ситуацию на той или иной территории и принести угрозу населению. Значит, если мы говорим по химически опасным, допустим, это 46 химически опасных объектов на территории. По разным причинам они разные имеют запасы, которые есть. Поэтому вот когда мы планируем свои мероприятия, мы прежде всего стараемся учесть те запасы, которые у них имеются, ту глубину распространения, глубину влияния на ситуацию воздействия на население. Поэтому вот эти мероприятия, они в обязательном порядке учитываются в планах. Ну, кроме этого, конечно, Самара подвержена и природным, чрезвычайным ситуациям, которым это может и засуха быть, это может быть и наводнение, которые, соответственно, могут быть на территории. Это и шквалистые ветры и так далее. Все это есть, поэтому все это учитывается в планах. Мы обязаны это учитывать, чтобы обеспечить защиту населения. Да, вот я хочу, чтобы вы прокомментировали совсем недавно произошедшие случаи, когда вот в воздухе был запах серого водорода. И очень многие горожане, особенно, по-моему, в Куйбышевском районе, его прочувствовали. Вот что это было? И была ли у вас ситуация на контроле? Как вы отреагировали? Да, мы действительно контролировали эту ситуацию. Мы направляли наше подразделение, которое и те силы и средства, которые есть у нас. Это центр ГОПБ и ЧС, там имеется соответствующая лаборатория. Мы направляли в рамках взаимодействия с подразделениями, которые у нас есть. Это и УГМС, значит, и взаимодействие было организовано в том числе и с прокуратурой природоохранной, чтобы своевременно, значит, повлиять на эту ситуацию. Действительно было превышение. Нам пришло подтверждение, это там было порядка в полтора-два раза было превышение по сероводороду. Конечно, жители, естественно, этот запах ощущали. Большого влияния это, конечно, не было. Это было еще с тем, что состояние атмосферы. То есть, когда у нас направление, допустим, движения воздуха вдоль Волги, скажем так, накопление вредных веществ в атмосфере не наблюдается. Как только ситуация связана либо с каким-то превышением, либо с накоплением вредных веществ в атмосфере, вот такая ситуация возникает. К сожалению, мы ее фиксируем и стараемся принимать необходимые меры. А как вести себя населению, когда действительно грозит чрезвычайная ситуация, нас приучают к гудкам каким-то, которые в определенное время слышатся, и мы должны как-то реагировать. Но мало кто, но послушает, кто-то гудок этот слышит, а дальше даже не знает, куда идти, что делать, что смотреть, где информацию получать. Может, действительно что-то случилось, это не профилактика. Вот что нужно знать населению в избежании каких-то опасностей? Да, действительно, для этого существует система оповещения на территории Самарской области. Конечно, вы правильно сказали, вот эти гудки, как называемые, или сигналы гражданской обороны, тот сигнал, который вы назвали сейчас, это сигнал внимания всем. Это самый первый, самый важный сигнал, на который должно обращать внимание население. Это и сирены, которые у нас стоят на территории города, это, может быть, гудки теплоходов, там, все, что у нас есть для подачи сигнала, это, может быть, и иные сигналы, которые есть тоже у нас. Значит, основная цель для чего? Для того, чтобы привлечь население, включить радиоприемники и включить, значит, телевизор. Потому что, как только прошел сигнал внимания всему, внимание населения обращено, после этого идет информация. В обязательном порядке информация будет доводиться по всем имеющимся каналам связи. Вот там доводится, что необходимо делать населению в той или иной ситуации, как действовать, в каком направлении безопасно, значит, уходить, если там это связано с направлением, с выбросом таких веществ, химически опасных и так далее. Вот основная задача довести или, скажем, научить население о том, что сигналы имеются, и по этим сигналам нужно правильно и грамотно действовать. Вот для этого, для этого, конечно, существует система подготовки в области гражданской обороны. И основная задача, которой занимается ГОО, это как раз-таки одна из задач гражданской обороны, подготовка к населению. Вот как ни странно, да, мы можем говорить про всех иные мероприятия, там, практически и так далее, но подготовка – это основа. А как сегодня выстроена вот эта подготовка? Она начинается, наверное, с образовательных учреждений или с садиков, или с чего вообще? Ну, на садичном уровне, конечно, мы там пытаемся азы как бы дать, но система государственной подготовки на уровне садика, ну, мы не начинаем как бы. Мы считаем, что у нас система на территории Самарской области осозна, что она себя включает. Ну, прежде всего, мы должны подготовить должностных лиц и специалистов, те, которые конкретно занимаются вопросами организации и ведения гражданской обороны. Значит, для этого у нас существует учебно-медицинский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Вот там мы готовим наших должностных лиц и специалистов субъекта. Значит, это первый как бы уровень, если мы говорим субъект. Если мы говорим о специалистах, которые приходят к нам, ну, скажем, из высших учебных заведений, то это Академия гражданской защиты МЧС России. Там мы готовим своих специалистов в области защиты населения и территории или Академия государственной противопожарной службы. Там уже по направлению деятельности здесь очень большой пласт. Это тушение пожаров, профилактика пожаров. Поэтому это люди с академическим образованием, которые приходят, значит, в наши структуры для того, чтобы правильно и грамотно работать. Значит, субъектовый уровень, я уже сказал, это учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, у нас есть так называемые города, отнесенные к группам по гражданской обороне, важные с точки зрения экономической, военной. Значит, вот на территории... Но мы не входим. Да, конечно. Самара в том числе, да, очень важный город с большим населением, с большим потенциалом. Значит, в этих городах у нас имеются курсы гражданской обороны. Значит, на курсы гражданской обороны мы также готовим должностных лиц специалистов, только класса может быть ниже или же для этих городов, либо же для тех муниципальных районов, у которых нет курса. Потому что законодательство определяет о том, что во всех муниципалитетах такие курсы должны быть созданы. Но экономические пока не готовы, эти муниципальные образования, к созданию таких учебных заведений. Поэтому не проходит обучение там выездным методом или иным методом на существующих уже, сложившихся в течение многих лет курсах гражданской обороны. Можно проходить обучение также и в других учебных заведениях, которые имеют лицензию на ведение, хотя на ведение этой деятельности. Это было так раньше. Вот раньше и на предприятиях был специалист гражданской обороны. А сейчас вот это не обязательно, чтобы на каждом более-менее таком масштабном? На более крупных предприятиях, это в обязательном порядке, есть соответствующее постановление правительства, которое определяет наличие органа, не только специалистов. Это может быть и орган управления, несколько специалистов, которые занимаются вопросами защиты населения. Поэтому это существует. Мало того, или в дополнение к тому, мы говорим о том, что у нас система разновекторная, по разным направлениям. То есть если мы говорим, вот специалистов мы готовим в этом направлении, а где остальных готовить. Если мы говорим про школьников, то школьников мы готовим в образовательных учреждениях. Прямо по месту это курс основы безопасности жизнедеятельности. Но преподавать его кто может? Какой специалист? Значит, специалист, который, соответственно, прошел соответствующую подготовку. В обязательном порядке, потому что, как правило, эта область знания, она может быть и небольшая по своему объему, но она впитывает в себя совершенно разные направления деятельности. Это знание определенных основ и химии, и организации, значит, работы и связь. Здесь, ну, любое направление возьмите. Какие-то элементарные навыки даются вот на ОБЖ при обучении, чтобы вот не теория, да, вот чтобы мы знали там все, как это все, а вот именно, что как действовать и что делать? Значит, конечно, обращено внимание, конечно, прежде всего, теоретический курс, но вы знаете, что мало, мало, конечно, теоретических знаний. Поэтому здесь активно используют, и Самарская область очень активно упрекает так называемое движение школы безопасности. То есть мы проводим периодически, каждый год, соревнования на уровне области, где проводим среди школьников для определения степени готовности к действиям в тех или иных ситуациях. Я скажу, соревнования очень интересные, их тяжело подготовить, кстати, школьников к соревнованиям, потому что, вот смотрите, мы там берем не только наши узкие специализации, допустим, действия в условиях военных конфликтов и так далее, мы берем шире. Это и общая физическая подготовка там проверяется, это и туризм, там направление, и выживание. Самое главное, что у нас там один из элементов, это выживание в условиях, допустим, природной среды, ну, приготовления пищи и так далее. То есть вот эти все элементы, они есть, у нас есть хорошая, как бы базовая основа, неплохо эти соревнования проводятся, но мы проводим не одни, но проводим их совместно с Министерством образования в науке Самарской области. Совместно здесь работаем и действуем. Очень интересно, я, как правило, бываю часто на этих соревнованиях, я думаю, что те, кто активно в них участвует, им тоже нравится. Ну и нагрузка, конечно, там, но очень хорошая. Это мы коснулись вот такой маленькой, как говорится, в практической части. Значит, кроме этого, значит, мы говорим о том, что у нас дисциплина безопасной жизни есть. Вот если на таком высоком, хорошем уровне в образовательных учреждениях, она, конечно, только в высших образовательных учреждениях. Вот там уже дается и много часов, и направления совершенно разные, там уже начинают теории. Ну, практики такой нету, но там есть другое направление. Значит, но, значит, эти вот элементы, они изучаются активно. Ну, как важно, потому что эти знания и практик можно применять практически везде, вот правильно, как сказали. И в туристических. Вот уехал куда-то в лес там с группой, да, завлудился, и тут тебе навыки вот эти пригласили. Они обязательно пригодятся, и те вот ребята, которые проходят эту подготовку, ну, я считаю, что они очень неплохо будут себя чувствовать. Ну, хорошо, что это массовый был характер по всем бы школам, чтобы много... Комфортно. Пока, к сожалению, такого массового характера это не имеет, но мы стремимся к этому. Стараемся, рассказываем, и думаю, что результат тоже сам будет. Но кроме этого, вот смотрите, мы говорим, мы взяли или не учли еще такую очень важную прослойку, или наиболее большую на территории Самарского области, это, допустим, работающее население, да, а как работников. Работники то же самое в соответствии с законодательством проходят обучение по соответствующим программам на рабочих местах. Там порядка 14 часов им дают, где им то же самое дают азы действий в случае чрезвычайной ситуации и в случае возникновения военных конфликтов. То есть это вот то, что касается работников. Кроме этого, еще такое направление деятельности, которое очень важно, мы считаем, это работа с неработающим населением, или доведение информации до неработающего. А здесь тоже формы могут быть разные, они должны меняться. Конечно, нельзя только использовать учебно-конституционные пункты, которые там создаются на базе управляющей компании или жилищно-эксплуатационных управлений, которые имеют так называемые уголки гражданской обороны. Что это такое? Там показаны отдельные элементы, там структура гражданской обороны, какие-то элементы средств индивидуальной защиты, может быть, где-то защитные сооружения и так далее. Вот все вот это в рамках общей системы гражданской обороны, оно было создано еще раньше. И оно сохранилось до настоящего времени. Теперь очень важно эффективно использовать все это. Ну, потому что мы должны выходить за рамки, наверное, только, допустим, проведение занятий на учебно-конституционных пунктах, а доведение информации при помощи всей имеющейся у нас сейчас возможности. Возможности у вас большие. Допустим, это и интернет размещение информации в интернете. Это размещение памяток и листовок, в том числе, возможно, на листах оплаты коммунальной, которые мы получаем. То есть те знания, которые мы можем дать людям напрямую, в руки сразу, это нужно давать. И мы это будем активно использовать. Вот если взять, извините, вот такую элементарную ситуацию, ну, вот объявлена чрезвычайная ситуация, есть, вы сказали, неработающие, есть немобильные граждане. Допустим, вот жена, муж у нее лежачий и больной, животное, да, вот. Это женщина просто несчастная, может растеряться, она не знает, что делать ни с животным, ну, ни с мужем, конечно, в первую очередь. Вот этих знаний тоже, мне кажется, нет. Она, конечно, может уйти, да, вот в какое-то убежище. А вот, а что делать? Вот элементарный вопрос, и даже не знаешь, как на него ответить, как действовать. Да, действовать тут надо, конечно, очень быстро и решительно. Это необходимо, допустим, вводить человека из зоны опасности. Конечно, здесь необходимо, прежде всего, пользоваться теми системами связи, которые у нас есть. У нас создана, значит, система оповещения, во-первых, я как сказал. И, во-вторых, конечно, у нас постоянно действующие органы управления. Это центр управления в кризисных ситуациях, который есть в главном управлении, который принимает звонки, звонки. Сообщать о такой ситуации и ждать помощи, да? Конечно, обязательно. Значит, основная задача ТАЦУК состоит в том, чтобы принять этот сигнал и своевременно подключить именно то подразделение, которое либо находится рядом, либо, соответственно, обладает специальными для этого знамени. Или это поисково-спасательные формирования, либо пожарно-спасательные формирования, либо это медицинские, если необходимо. Возможно, переадресовать этот сигнал или, допустим, обращение тем структурам социальной защиты, которые занимаются. То есть здесь по-разному может быть алгоритм, но всегда мы работаем на прием. Как только идет прием, заявлять о своей проблеме. Ну и мы активно получаем, вот я скажу так, что жители Самарской области активно пользуются теми телефонами, которые есть у нас, обращаются постоянно. Либо когда в зимний период особенно, это когда потеряются. То есть потеряли ориентирование, да? Там плохая погода, плохая видимость, да? Допустим, или заблудились в лесу, активно идет сообщение об этом. И там уже идет подключение людей, чтобы их быстренько найти и не допустить, чтобы люди попали в ситуацию. Да, вот проблема только что вот в лесу, допустим, сотовая связь даже не всегда может действовать. Есть такое дело. Значит, ну тут обращаются родственники, потом организуют приблизительно район нахождения, где они находятся. И там уже привлекаем наши пожарно-спасательные подразделения и всех необходимых полиции, конечно, потому что это тоже связано с этим. Поэтому взаимодействие в этом плане, я считаю, что оно достаточно плотно организовано. И система, она, в принципе, работает, если мы говорим вот в этом направлении. Вот раньше, знаете, как говорили, что если что-то случится, то нужно накрываться белой простыней и передвигаться, ой, это, конечно, не смешно, в сторону кладбища. Вот мне хотелось бы узнать, вот что изменилось с тех пор. И вот у нас как-то система убежища разработана. Где они, вот если что-то случится, куда людям нужно направляться? Да-да, все правильно. Вот именно я не зря об этом сказал. Очень важный вопрос работы здесь органов местного самоправления, потому что они создают, значит, необходимую инфраструктуру для того, чтобы укрывать находящиеся на территории муниципалитета людей. И самое-то главное — это доведение информации. Вот почему мы говорим о том, что жители, допустим, близлежащих домов или, допустим, люди, граждане, но должны, прежде всего, информацию, где получить о наличии находящегося рядом убежища. Это в жилищной организации. Вот именно вот эта система, о которой я говорил, учебно-конституционного пункта, она должна дать информацию о том, где находится вот то безопасное место, в котором можно спрятаться. Мы сейчас немножко, я скажу так, в планах, вот те, которые мы разрабатываем, мы говорим о том, что вероятность возникновения военного конфликта на территории, она снижена. То есть как такового. Поэтому мы говорим о том, что возможно применение каких-то современных видов оружия массового поражения – это высокоточное оружие. Мы не говорим о том, именно высокоточное. Поэтому, как правило, сейчас вот убежища, они будут представляться только те организации или для тех организаций, которые, возможно, применение такого рода оружия. Для всего остального населения достаточно будет укрытия. Практика жизни показала, а укрытие мы будем использовать в качестве укрытия. И те убежища, фонд, который накоплен у нас на территории Самарской области, он у нас есть. И кроме этого будет использоваться загломленное помещение подземного пространства, которое тоже у нас есть. Очень много строится различного рода помещений. Это и подземные паркинги, это и полуподвальные помещения. Они все будут использоваться? Конечно. Они в первую очередь будут предназначены для того, чтобы укрыть население. В случае, если возникнули для этого необходимости. Для этого и существует сама система, которая учитывает их, и будут эти защитные помещения, будут использоваться после соответствующего оборудования для защиты населения. Но кроме этого, на химически опасных объектах у нас в готовности практически к использованию находится постоянное использование защитное сооружение для укрытия рабочей смены. Потому что вот там времени на подготовку может не быть, и там готовность, они должны находиться в постоянной готовности. Если необходимо, люди зашли, укрылись, закрылись и обеспечили безопасность. Но кроме этого, если вы знаете, что еще и иные способы защиты населения, не только эти, это применение различного рода средств защиты органов, дыхания, к примеру, или кожи, да, и самое надежное и проверенное временем – это защита расстояния, это эвакуация. То есть когда необходимость возникает, такая человека лучше увести от источника опасности на гарантированное расстояние, обеспечим ему, конечно, необходимые условия проживания и так далее. А после того, как возникновение опасности не будет происходить, соответственно, можно вернуть его обратно. Понятно. Вот в этот юбилейный год для гражданской обороны в Самарской области какие будут проведены мероприятия? Какие значимые? Наверное, что-то распланировано? Конечно. В обязательном порядке мы еще раз хотим обратить внимание граждан Самарской области о том, что необходимо об гражданской обороне знать. Для того, чтобы знать, мы будем распространять в обязательном порядке, везде во всех муниципалитетах памятку. Она разработана. Она очень краткая, под действием по сигналам гражданской обороны. Значит, вот эти памятки мы в обязательном порядке доведем до всех муниципалитетов. Они уже доведены. И будем активно привлекать граждан не только, допустим, к теоретическим мероприятиям, но и к тем учениям и тренировкам, которые мы будем проводить на территории Самарской области. Значит, ну, самая большая тренировка, которую мы проводим, это всероссийская тренировка 4 октября. Мы ее проводим в течение нескольких дней. МЧС России активно привлекает все субъекты. И вот там мы, конечно, в рамках вот этой тренировки привлекаем все муниципалитеты и доводим информацию. Там, конечно, мы будем организовать и показ нашей техники, которая имеется у нас, и показ тех формирований, которые создаются, не штатных формирований по обеспечению и выполнению мероприятий гражданской обороны, иных формирований, которые могут создаться в рамках этой тренировки. Значит, кроме этого, вот Всемирный день гражданской обороны, он 1 марта будет отмечаться, то же самое в рамках этого. Мы будем приходить, во-первых, в образовательные учреждения, наши специалисты будут обязательно там приходить, рассказывать о необходимости изучения этой темы и будем говорить об опасности, которая нас сохраняет. А какие-то контролирующие функции есть у вас? Допустим, проверить предприятие на наличие того, что все ли правильно там организовано, по безопасности. В обязательном порядке, да. Мы осуществляем надзор в области пожарной безопасности, в области гражданской обороны. У нас соответствующие планы есть, и в соответствии с этим планом мы проверяем объекты экономики. То есть выходим туда, говорим о том, что у них там плохо с точки зрения безопасности пожара, ну и гражданской обороны. Вот это направление, да, мы не ведем. Ну, про пожар-то более такое, это все так традиционно и знакомо, а вот про гражданскую оборону как-то не на слуху. Такие проверки проводятся все-таки обязательно. Обязательно. В обязательном порядке. Это плановые проверки, если есть, вне плановые, если существует какая-то угроза или соответствующее решение приняла прокуратура. А как долго лично вы, Валерий Александрович, работаете в системе МЧС и специализируетесь на гражданской обороне? Ну, я в системе МЧС России с 2000 года. А почему такое направление гражданской обороны? Ну, гражданская оборона, вот я начинал в воинском спасательном формировании, это тысяча первый спасательный центр, это вузский спасательный центр. Ну, это направление, я считаю, ну, важное. И близко для вас, да? Близко, да, близко. Значит, мы начинали как раз-таки в спасательных формированиях, там у нас соответствующее подразделение, с арктура была, которое как раз-таки для проведения мероприятий по спасению людей на территории Самарской области. Волжский спасательный центр, он применялся или предназначен был для применения на территории, в том числе и Самарской области. А вы в таких операциях тоже участвовали? Значит, в таких операциях, вот те, которые в реальном масштабе временной территории не участвовал, потому что в 2003-м я перешел в территориальный орган, но принимал участие в гуманитарных операциях по доставке гуманитарных грозов за пределы Российской Федерации. Да. И наш программ практически уже заканчивается. Вот самое главное в гражданской обороне, это что? Как вам кажется? Что это? Значит, самое главное для гражданской обороны, это обеспечить безопасность людей. Чтобы их обеспечить безопасность, их нужно подготовить. Чтобы подготовить, они очень четко должны знать сигналы гражданской обороны. Внимание всем! Традиционная опасность, химическая опасность. Значит, и по этим сигналам, соответственно, может быть, существует катастрофическое затопление, соответственно, и по этим сигналам очень прамотно и четко действовать. Вот если человек будет знать, как ему вести себя в той или иной ситуации, он не растеряется сам, он поможет соседям, и таким образом мы сможем защитить людей. Только в этом случае, я считаю, те знания, которые мы получаем, они могут быть реализованы на практике. Да, вот эта связь как хорошо, потому что я как раз хотел спросить, чего больше, теория или практики, а у вас вы связали. Ну, важно и то, и это. Для нас это очень важно, потому что территория Самарской области, она всегда будет местом нахождения разных объектов и разных опасностей. Поэтому граждане должны очень хорошо и четко знать это для этого. Знать, что делать. Спасибо большое за то, что пришли, доставили такую важную информацию для нас, для всех. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok